Австрия сегодня закрыла границу с Италией. Пускать итальянцев в сторону австрийских пограничников будут только с медицинской справкой, если человек сдаст тест на коронавирус или если он готов добровольно сидеть в Австрии две недели на карантине. Правда, как это будет контролироваться, пока не ясно. Вот сейчас вы видите Бреннерский перевал в Альпах. Как вы можете заметить, машины едут только в одну сторону. Сейчас наша главная задача – предотвратить проникновение коронавируса в нашу страну. Поэтому мы ввели запрет на поездки для людей, которые выезжают из Италии, за исключением лиц, имеющих медицинскую справку. Что касается тех австрийцев, которые сейчас находятся в Италии, мы вместе с Министерством иностранных дел организуем их возвращение домой. Мы будем останавливать автомобили, проверять и сканировать паспорта, чтобы потом у нас была возможность контролировать, действительно ли человек путешествовал по Австралии. Как уже говорилось, запрет будет действовать для всех, кто приезжает из Италии, за исключением случаев, когда у них будет медицинская страховка. Или они согласятся остаться в Австралии на карантине на 14 дней. Всего в Астрии к этой минуте 182 зараженных коронавирусом. Давайте взглянем на последние данные по зараженным в мире. Сейчас вы видите счетчик ВОЗ. Как вы видите, к этому часу 117 959 зараженных, заболевших. 4264 человека скончались. Число погибших от коронавируса граждан Германии за сутки не изменилось. Трое человек, двое скончались в Северной Рейн-Вестфалии. Еще один 60-летний пожарный умер на отдыхе в Египте. Но сегодня стало известно еще об одном заболевшем немце-туристе. Ему 65 лет и он сейчас находится на Кипре. У него подтвердился анализ на коронавирус. В итоге вся туристическая группа из 30 человек была закрыта на карантин в одном из кипрских отелей. Это к вопросу о советах как-то повременить с путешествиями. В немецкой земле Бранденбург заразился один из школьников. 19 человек – это все его одноклассники. Их отправили на карантин. И еще почти 2250 человек тоже сейчас сидят дома в режиме самоизоляции. На самокарантине дома в Баварском Ингольштадте сейчас находится и глава МВД Германии Хорзе Хофер. Он ожидает результатов на коронавирус, так как контактировал с коллегой, у которого его впоследствии обнаружили. Это было на прошлой неделе в Брюсселе на саммите глав МВД Евросоюза. Как пишет Шпигель, в комнате с зараженным Дзейхофер провел около 15 минут. Министр культуры Франции Франк Рестер тоже принимал меры предосторожности, а заразился каким-то образом коронавирусом. Сообщается, что это произошло после его визита в парламент. А ведь министр никуда не ездил и на заседаниях правительства Франции уже две недели никто не пожимает друг другу руки. Как теперь будут дезинфицировать парламент, непонятно. А что касается Франка Рестера, он чувствует себя хорошо, сидит дома в изоляции. Вернемся в Германию. В Берлине число заболевших 58 человек. Всего по Германии 1307 случаев. Северная Рен-Вестфалия и Бавария, а след за ними еще несколько земель Германии, запретили у себя проведение любых мероприятий, где присутствует более тысячи человек. Мероприятия свыше 500 человек рекомендуется не проводить. В Берлине не до 19 апреля закрыты все крупные театры, прежде всего оперные залы, вмещающие более тысячи зрителей. А вот муниципальные выборы в Баварии пока не отменяют. Они должны состояться в эти выходные. Хотя вопрос об отмене, возможно, еще будет рассматриваться. Сейчас все меняется буквально каждый день. Ну а пока избирателям, как написала региональная газета по саурной прессе, разрешили приходить на участки со своими шариковыми ручками. Ситуация серьезная. Я призываю всех бургомистров и глав районных администраций активировать планы действий в кризисной ситуации. Я также призываю к этому всех врачей и руководителей больниц. Это важно. Мы находимся в начале эпидемии. И мы можем справиться с ней только в том случае, если все ответственные лица в нашей стране должным образом отнесутся к надвигающемуся кризису. И еще. Есть вещи, без которых точно можно обойтись. Я думаю, можно не ходить на футбольные матчи. Они могут и дальше идти, конечно, но если, отказавшись от них, вы можете уменьшить шансы кого-то заразить или заразиться, я считаю, этим надо воспользоваться. Суть стратегии в борьбе с эпидемией состоит в том, чтобы ее замедлить. Я думаю, каждый человек может подумать о том, как он мог бы помочь в этом. Ходить или нет, но в футбол уже не вопрос выбора. Матчи либо отменяют, либо закрывают стадионы, и игры проходят в тишине с пустыми трибунами. Так, например, завтра без зрителей будет играть Боруссия Минхель-Глацпах против Кельна. В субботу также без болельщиков на трибунах встретятся Боруссия Дортмунд и Шальке. А в воскресенье, 16 марта, Бременский Вердер против Леверкузена. Фокус цитирует мэра Бремена, комментирующего эти новости. «Мы хотим внести свой вклад в борьбу с коронавирусом», заявил он изданию. Газета «Зюдочи Цайтунг» даже сравнивает коронавирус с террористической угрозой и пишет о том, что если при терактах важно показывать, что вы не боитесь, и наоборот, выходить из дома, а мероприятий не отменять, то в борьбе с коронавирусом надо показать солидарность. И как раз остаться дома, избегать публичных мест клубам, не мешало бы самим объявлять, что игра будет проводиться только на камеру в знак заботы о здоровье своих же болельщиков. Сегодня стало известно, что без зрителей пройдет и один из самых громких матчей этого месяца между Мюнхенской, Баварией и Челси. Он должен состояться в Мюнхене 18 марта. Всем болельщикам вернут билеты, но их это не утешает. Дело ведь не в деньгах. Многие покупали билеты за полгода до игры. «Тагис Цайтунг» даже запустил сегодня опрос, что вы думаете о играх при пустых трибунах на Альянс-арене. И большинство ответило, что им коронавирус безразличен, и они готовы пойти на матч, если бы он состоялся. Я добавлю, что в Швейцарии отменены все футбольные матчи до 3 апреля. В Италии, которая сейчас полностью на карантине, часть игр тоже отменена. Другие проходят при пустых стадионах. Такое же решение приняли несколько дней назад и во Франции. Парижский клуб ПСЖ накануне провел полную дезинфекцию стадиона перед матчем с Дортманской Баруссией. Это одна восьмая финала Лиги чемпионов УФА. Обработали все лестницы, пандусы, эскалаторы. ПСЖ не хотел проводить матч без зрителей. Он должен состояться завтра, и болельщики смогут посмотреть его только по телевизору. И еще о футболе и коронавирусе. Сегодня стало известно, что вирус обнаружили у греческого судовладельца, предпринимателя и хозяина футбольных клубов Олимпиакос и Нотингем Форест, Евангелоса Маринакиса. Он, конечно, не созывал пресс-конференцию, чтобы лично объявить эту новость. Вы видите архивные кадры. А написал о том, что случилось у себя на странице в Инстаграме. Добавив, что он чувствует себя хорошо и следует предписаниям врачей. А это абсолютно пустая площадь перед собором Святого Петра в Ватикане. И такой же опустевший римский колизей. Теперь вся Италия. Такой музей ночью. Одна сплошная зона карантина. В красной зоне 60 миллионов человек. Такое в истории впервые, когда на карантин закрыли целое европейское государство. Это было лучшее, что премьер-министр Джузеппе Конте мог сделать, потому что люди не соблюдали правила. И необходимо было принять более кардинальные решения, чтобы как-то лучше противостоять этой ситуации. Это психологический террор. Такие болезни были всегда. Я не сомневаюсь, что этот вирус опасен. И что люди умирают. Но главная проблема сейчас – это нехватка больничных коек. В остальном страдает только бизнес. У меня есть магазин здесь, на Виа-де-Ль-Корсо, который сейчас закрыт. За последние сутки в Италии умерли от коронавируса 168 человек. Так может быть, в этой ситуации такие беспрецедентные шаги, как карантин для целой страны, все-таки оправданы? Это контрольно-пропускные пункты на железнодорожном вокзале Рима. Полиция проверяет у пассажиров документы со вчерашнего вечера. Передвигаться из города в город можно только по уважительным причинам. По состоянию здоровья, например, к определенному врачу или на работу. Хотя работать в Министерстве здравоохранения Италия рекомендует по возможности из дома. И вот сегодня в Брюсселе прямо такой пример коллегам подал сам президент Европарламента, итальянец Давид Сассали. Сразу после заседания он удалился домой на добровольный двухнедельный карантин. Исходя из нынешней ситуации в Италии, Европарламент вводит новые меры по охране здоровья и обеспечению работы, в том числе и в нашей организации. Новые меры, которые были введены итальянским правительством, касаются территории Италии. Но это также имеет последствия и для членов Европарламента. Я был в Италии в прошлые выходные, поэтому я решил быть ответственным и осторожным. В качестве превентивной меры и чтобы как раз следовать указаниям о карантине. Это очень деликатный момент для всех нас. Парламент продолжит свою работу и ни один вирус не сможет блокировать демократию. Сейчас самое время работать, поэтому я иду домой. Последствия всей итальянского карантина, ввиду того, что событие небывалое, это просчитать пока сложно. Узнаем, что пишет об этом европейская пресса. Моя коллега Дарья Сухарчук подготовила обзор, посвященный этому статье от evrotopics.net. Даша сейчас со мной в студии. Даша, привет. Скажи, что пишут газеты. Может быть, начнем с итальянских? Да, привет, Маша. В сегодняшнем обзоре действительно много итальянских газет. Например, Лара Публика начинает свою сегодняшнюю колонку с слов поддержки в адрес итальянского правительства. Говорит, что давно пора. Правильно, что Италия приняла такие суровые меры. Поскольку, да, конечно, закрыты школы, закрыты офисы, концерты отменены, закрыты музеи. Но это все ради всеобщего блага. Итальянская же Хавпост тоже пишет о том, что карантин – это мера оправданная. Поскольку итальянцы просто слишком беспечны. Это подтверждает такой общий европейский стереотип об итальянцах. И просто не следует предписаниям врачей. Вместо того, чтобы соблюдать карантин, миланцы, например, едут кататься на горных лыжах в Альпы. А миланская же молодежь шатается по барам, наплевав на требование соблюдать дистанцию не меньше одного метра между разными людьми. Поэтому таких людей только и остается, чтобы принудительно загонять по домам. Считает же итальянская же Хавпост. А вот что пишет миланская карьера де лассера. Кстати, интересный колумнист сегодня тоже работал из дома или все-таки пришел в редакцию. Он пишет о тех людях, которые вчера в день, вернее даже уже в ночь объявления карантина, сломя голову, побежали на центральный вокзал Милана, чтобы купить билеты на поезда, уходящие на юг. В основном это люди, которые приехали в Милан с юга и провести это время со своей семьей. В их адрес раздавалось очень много осуждения в итальянских соцсетях, поскольку таким образом они, возможно, разносят вирус дальше по стране. Южные регионы Италии пока не так сильно охвачены коронавирусом. Так вот, колумнист миланской карьеры де лассера призывает людей отнести к ним сочувствами, просто понять, что время действительно непростое, и этим людям просто страшно, и они хотели бы провести это время вместе со своей семьей, а не одним. И, конечно же, карантинные меры и коронавирус уже сильно повлияли на экономику. Об этом сегодня тоже много пишут в разных европейских изданиях. Вот, например, с такой обложкой вышел журнал «Икономист». Он, кстати, вышел не сегодня, даже еще до того, как Италия объявила свой карантин. Но, с другой стороны, биржи в Европе падать тоже начали не сегодня и не вчера, а задолго до того, как Италия начала принимать такие серьезные меры. И здесь пишут о том, в заглавной статье этого номера, где говорится о том, что коронавирус, как ни странно, может привести к нужным изменениям в европейской экономике. Здесь европейское правительство призывает внимательно следить за тем, чтобы все, кто сидит дома на больничном, получили свои больничные выплаты. А также предлагают правительствам помочь пострадавшему бизнесу путем дешевых кредитов. Возможно, правительствам для этого придется субсидировать банки, но это, в общем, оправдано, считает «Экономист». Наш немецкий Шпигель, кстати, прогнозирует немного, немало рецессию, которая все с каждым днем карантина все более широкого становится, все более вероятной. Тоже призывает немецкое правительство тратить деньги на систему здравоохранения. Ну, в Германии это, кстати, и покрывает больничные. Насколько я помню, как раз кранкинкасса, больничная касса, да, и платит их в каких-то ситуациях. Да, и добавляют, что в данной ситуации, возможно, стоило бы, например, пойти последовать примеру Италии и заморозить на время выплаты по ипотечным кредитам. Ну и, наконец, последний в сегодняшнем обзоре – это Франкфутер-Эльгимайн-Эцайтунг. Здесь призывают уже европейское правительство помочь Италии, тоже путем выплат денег. Но считают, что Италия должна распорядиться этими европейскими деньгами с умом и потратить их не просто на помощь пострадавшему бизнесу, а на то, чтобы реформировать экономику, пока она все равно простаивает, это сделать проще, считает франкфуртский обозреватель. И, возможно, после этого Италия выйдет из этого вирусного кризиса обновленной. Даша, спасибо тебе большое за такой прекрасный обзор. Это была Дарья Сухарчук с обзором пресса от издания Евротопикс.нет. Там каждый день можно найти переводы на русский язык, публикации самых разных европейских газет по актуальным темам. А вот что касается того, как остальной Евросоюз может помочь Италии, вот о чем писала Франкфуртер-Эльгимайн-Эцайтунг. Сами итальянцы считают, что им помогают недостаточно. И сегодня в Европарламенте вот что было. Что касается коронавируса, то Европа, как обычно, полностью отстранилась. Брюссель не сделал ничего, чтобы помочь Италии и другим странам. Вместо того, чтобы остановить поток приезжающих из Китая, Европа просто стала обращаться с людьми из Венеции, Ломбардии и Эмилии Романи так, словно они чумные. Это позор. Европа должна извиниться перед всеми итальянцами. Я очень сочувствую всем, кто заболел коронавирусом, а также моим коллегам из Италии. Я слышала, как мои итальянские коллеги обвиняют Евросоюз во всем, что не удалось сделать. Но разве это не Италия не справилась и не выполнила свои обязанности по борьбе с вирусом? В Словении у нас есть несколько случаев заражения коронавирусом. И все эти люди прибыли из Италии и итальянских аэропортов. Поэтому я и задаю вам этот вопрос. Спасибо, мадам.